А на Чебоксарской ГЭС дали торжественный старт седьмой летней энергетической школе. В течение двух ближайших недель участникам лагеря предстоит настоящее погружение в инженерно-техническое творчество. С подробностями Сабина Вишневская. 32 школьника из 15 регионов от Камчатки до Кавказа приехали в летний энергетический лагерь, чтобы не только увидеть, но и узнать, как работают гидроэнергетики в Чувашии. Объясните, зачем нужно для трансформатора напряжение, которое преобразует из маленького напряжения 13,8 кВт, ну достаточно маленькое, в 500 и 220. На эти и другие вопросы будущим энергетикам в течение двух недель будут отвечать преподаватели московских вузов, инновационных образовательных центров и эксперты РУСГИДРА. Интенсивные курсы по креативной математике, физике будущего, робототехнике и другим дисциплинам позволят словно в парнике вырастить будущих первоклассных инженеров. Я думаю, это очень полезно для ребят. Вот, например, на своем опыте могу сказать, что мы, будучи студентами третьего курса, были как раз на этой станции, на практике. И тогда, получается, все то, что нам давали в теории, мы смогли соединить воедино. И уже поняли, что да, это наши. Эти ребята оказались здесь не случайно. Среди будущих инженеров – победители всероссийских олимпиад по физике, учащиеся проектов «Энергокласс» и Центр технического творчества, организуемых РУСГИДРА. Прежде чем получить возможность провести свои летние каникулы, используя ребята, написали эссе на энергетические темы. Уже первое практическое занятие – экскурсия по Чебоксарской ГЭС – вызвала участников лагеря массу положительных эмоций. Я приехала из поселка Шушенского, Красноярского края. У нас рядом находится ГЭС, но у меня там не было возможности посетить саму ГЭС, посмотреть, как она устроена внутри. И, преодолев много тысяч километров, первый раз приехав в летнюю энергетическую школу Республики Чуваши, у меня появилась такая возможность посмотреть, что это такое, как они устроены, вот эти агрегаты. Теория обязательно должна быть подкреплена практическим результатом. Помимо того, что они знакомятся с гидроэлектроэнергией, с гидроэнергетикой, они еще стараются решить какие-то вопросы. В течение двух недель мы даем им определенные проектные задачи, которые они решают и тогда, и на конкурсной основе, с помощью презентации, и иногда и что-то делают, изобретают. Пока ребята вникают в специфику работы на ГЭС, спустя некоторое время, возможно, они ответят себе на вопрос, какая профессия им по нраву. Сабина Вишневская, Александр Петров, Республика.